Жаркие споры развернулись на прошлой неделе после сообщения о запрете курения на балконах. Сначала было заявлено, что курить, жарить там шашлыки, а также зажигать свечи будет считаться административным нарушением. А если вдруг возникнет пожар от брошенного окурка, то за это грозит уголовное наказание. За использование открытого огня на балконе или лоджии, а также в помещениях общежитий и гостиниц грозил штраф до 3000 рублей. Причем источниками могло быть все что угодно. Новые правила, прежде всего, запрещают жарить шашлыки на балконе, а также пользоваться, например, вот такими приборами, как эта газовая горелка. Но также под определение открытого огня попадает и совсем маленький, вот такой вот, как от этой зажигалки. Именно это и вызвало больше всего вопросов у юристов. На их взгляд, изменения приняты поспешно и новый нормативный акт просто не проработан. Когда такие дополнения у нас издает законодатель, он должен максимально продумывать о том, как они будут толковаться исполнителями, то есть на местах. Вот в этих дополнениях такого, к сожалению, у нас не наблюдается. То есть, опять-таки, что можно толковать двояко, там, трояко, да, то есть что оно считается источником открытого огня. То ли это зажигалка, то ли это, там, моциленовая горелка. Однако позже в МЧС объяснили, курить на балконе все-таки можно. Однако при этом курильщиков просят быть максимально осторожными. Ведь если произошел пожар, то придется возмещать ущерб. Преследуют цель формирования культуры безопасности и культуры потребления табака. В том числе, скажу, что не только курильщики неосторожное обращение при курении ведет к таким пожарам и последствиям. В этом плане новые дополнения напоминают закон о запрете курения в общественных местах. С ним тоже было много споров. Пока все-таки точно не определили их понятие. И только с начала этого года таких нарушителей полицейские выявили свыше 4000 человек. Вячеслав Власенко, Максим Галат, Андрей Крупнов. Инисей. Новости.